Тема 787 – Оформление посылок на дому В Ирландии открылся стартап Орудсбог, Орудсбог.ай, который занимается тем, что помогает людям оформлять и отправлять международные посылки. Привозит клиенту на дом коробку нужных размеров, когда клиент упакует посылку, приезжает снова, берет с клиента деньги и отправляет за него посылку через свою международную курьерскую службу. То есть если вы хотите послать посылку в другую страну, вам не нужно идти на почту, стоять в очереди и оформлять там бумажки. Все делается проще, для клиента, и удобнее. Прямо на сайте компании можно выбрать нужную коробку и узнать примерную стоимость пересылки его посылки в нужную страну. Например, отправка посылки весом до 5 килограммов из Дублина в Россию будет стоить 45 евро. Основала эту фирму владелица курьерской службы Илс Цоуриерс, Илс Чоуриерс Пунта Айи, Берни Кинсио Ла после того, как заметила, что многие люди, которым нужно переслать посылку за рубеж, просто не знают, как это сделать и сколько это будет стоить. А спрос на международные посылки в Ирландии, как и во всей Европе, растет в связи с ростом миграции и развитием туризма. У нас, несмотря на то, что российская почта развивается, даже открыла недавно свой обновленный и более удобный сайт, Почта Пунта.ру, но на местах все по-прежнему. Многие люди испытывают большие трудности не только в отправке посылок, но и в их получении, сама недавно стояла два раза в очереди из 8-10 человек, где один отправляет посылку, другой, платит за квартиру, третий оплачивает наложенный платеж, другие, получают свои посылки. Приходится бесполезно тратить кучу времени. Это очень неприятно, долго и неудобно. Проблема возникает даже на уровне получения извещения о прибытии посылки. Почтовое отправление может лежать на почте и 7, и 10 дней, а извещения вы можете не дождаться, хорошо, если вы знаете идентификационный номер своей посылки, тогда можете прийти с ним на почту и убедить ЕЕ, что ваша посылка уже пришла и вы имеете право ЕЕ забрать. А если у вас номера нет, то просто сидите и ждите заветной бумажки в своем почтовом ящике. Если интернет-магазины, имеющие курьерскую доставку непосредственно до дома покупателя, выигрывают сегодня у магазинов, у которых такой доставки нет, то и служба, облегчающая человеку отправку или получение посылки, имеет право на существование. Представьте, что вы хотите отправить посылку, но вместо этого не идете на почту, а звоните в некую службу, которая приезжает к вам домой с коробкой, помогает заполнить все почтовые бланки, забирает эту коробку и отвозит ЕЕ на почту, чтобы отправить ЕЕ за вас. По-моему, здорово. Человек экономит один, два часа, и свои нервы. Особенно это актуально для людей, которые занимаются домашним бизнесом, например, рукодельем, и которым периодически нужно ходить на почту и отправлять посылки. Нанять отдельного человека для такой работы – слишком дорого. Ходить на почту самому, не оправдывает себя, так как за это время рукодельник лучше сделал еще больше товара, на котором он может заработать больше, чем сэкономить на сервисе отправки посылок. В общем, можно попробовать. Как рекламировать свою услугу? 1. Можно договориться с той же почтой, с местными почтовыми отделениями. Рекламируя вас, они только выиграют, потому что своих доходов не потеряют, но получат больше довольных клиентов и больший доход, если люди почувствуют, что ходить на почту им теперь не страшно или не грозит, они активнее будут заказывать и отправлять посылки. А рекламировать они вас могут самой что ни на есть целевой аудитории, людям, которые уже получают и отправляют посылки, и уже осознали недостатки современного почтового быта. 2. Найти местные интернет-магазины. Им наверняка пригодится либо своя курьерская служба, либо услуги по отправке заказов в другие города. Дополнительные услуги. Дополнительно можно оказывать людям и юридическим лицам простые курьерские услуги, рано или поздно потребность в таких услугах. Испытывает любая российская семья, не говоря уже о юридических лицах. Дополнительные услуги. Дополнительные услуги. Субтитры подогнал «Симон»